Будем потихонечку переходить к стадии пиков и банов. Поехали. Каст небольшой. Андрюха, помоги. Опа. О, вот и все. У мага получилось, так нечестно. Конечно, он более опытный. Конечно. Дазл, Тусик и Медуза у нас сразу же в банах. Кстати, Медуза, по идее, классная против Минера еще. Есть такое подозрение. Тусик, не знаю, ну это такая имбища просто. Вот в пабе постоянно, когда даблой какой-то в хард ходишь, не знаю, Тускар самый приятный герой, который может с тобой пойти. То есть мало того, что он тебе еще линию секьюрит, он может вообще всю карту отроумить. То есть он там может в мид прийти, помочь убить очень легко, там еще в сейфлейну помочь. В этом плане герой мне сейчас очень нравится. Взял на заметку. Ну есть герои, против которых стоят. Ну пока что мы видим, что команды банят и имб, и таких довольно метовых сапплентов. Остался у нас Висп и Бистмастер в пуле. ТБ убрали. ТБ. Это такое странное, знаешь... Не увидим ли мы ФП какой-нибудь, не знаю. Ну, ТБ намекает на ферст пик Бистмастера вообще-то. Да, на ферст пик Бистмастера, я согласен полностью. Но честно, для меня в последних играх Тиро Блэйд вообще не был проблемой. С Мастера подбанили. Кстати, в прошлой игре они не брали, а ее типа, и могут взять вместо Виспа скотла или слена. Ты прав. А Вега, кстати... Фурион. Ну, их сразу накроют морфом, они должны это понимать. Но Вегу лично, как бы, это, да, командой Нави раза три моим Виспа отдавали и 100% вендерять. Я думаю, они сгорели. Знаешь, им отдают самую сильную их связку. Они такие с радостью, опа, отдали Виспа. Пикают Виспа вертолета и прыгают. Но это была ловушка. Между прочим, Фурионами играть против Виспа очень тяжело. Ну, да, есть такое. Кстати, Гостик, я вчера еще профайл его открывал. Намного у него игр на Фурионе за последнее время было. То есть вчера они Фуриона пикнули, но сделали его медовым. Но мне кажется, это были вынужденные меры после того, как появился Хускар в пике. Уже, кстати, вторую игру подряд игнорируют Виспа. Да. Интересно. Ну, тут, честно, для меня понятно, почему игнорируют отчасти. То есть, ну, они могли пикнуть Виспа, но без вертолета пикнуть какого-то другого персонажа. Мортре тоже хороший пик. Это герой, который добирается до Фуриона на линии, как я вчера говорил, который у него может прыгнуть. А что могут пикнуть такой для Мортретки какой-то буст и по игре? Ну, можно взять героя, который не не засекрет против Фуриона. Свен, да. Это не Свен, но Свен просто герой, скажем так. Не, ну от Физухи такой, типа против Фуриона без мастера, Свен очень эффективный. Это однозначно. Я как бы на своем опыте проверял в играх, это очень эффективно. Но я таки думал, что будет Морф. Против ПА это вот три героя таких лучших против Фантомки. Это Тир оф Блэйд, это Сларк и это Морфлинг. Морфлинг за счет того, что он Эфириал делает? Морфлинг за счет того, что, во-первых, ПАшка не так жестко его пробивает. Да, тоже много армора, как и у ТБ у того же. Ну и да, Морф потом по игре там может собрать Эфириал. Он здесь с этим Эфириалом и против того же Свена хорош. Так, кого у нас подбанят? Ну у Панга. Там же Морф еще, знаешь, превращается в ту же ПАшку. Мы видим, что у Пангалеров, скорее всего, скрыты два кора. Фурион тоже, скорее всего, кор. В то время, как у Веги открыт кора и саппорт. И, вероятно, им нужно банить какого-то хорошего саппорта против Морфа. Лину я бы убирал, потому что, я думаю, Грима убрали. Ну да, какой-то такой типа Сайленс. Это всегда хороший пик под Фантомку классный. Мне кажется, я еще должен Лину забанить для Мейджа, потому что, блин, ну Лина реально слабая. Сейчас много таких игр, просто много метовых героев против Лины все хороши. То есть она как-то стала действительно в этом плане на порядок слабее. То есть я бы сказал по-другому. Вроде она лайнинг стоит хорошо, имеет свои шмотки по игре, но просто не выигрует. Вот слишком, как бы, герой ненадежный. Я бы Вингу убирал бы точно. Для кого? Для Веги. То есть я в Веге бы и Вингу, потому что она и Фуриона, и Морфа может сильно багнуть. Либо Траксу, если Сейлер на ней играет. Батрайдера убрали после вчерашней игры, где Фуриона заслабили бояться. Возможно, они понимают, что Фурион — это еще может быть позиция один, Сейлер может сыграть. Но тут, опять же, Винга и Тракса выглядят хорошо. Единственное, что Мортрет может в Траксу это упрыгнуть. Ну да, Винга может быть реально для Сейлера тоже медовой. Да, единственная проблема, что Винга и Тракса — это все-таки более физовый пик, а там уже СВ. Ну, СВ это же, по идее, не панацея. Винги Траксы в одном пике, я думаю, не будет. То есть Фуриона... Не, я говорю или Винга, или Тракса. Либо тут я согласен. Но Винга мне нравится больше. Мне тоже, да. А так, все равно, но бан Линой я вижу адекватным. То есть пока я не вижу, кого лучше еще могут убрать ребята из НОП. Скорее всего, когда взяли Мортрет Свена, скорее всего, это будет Фурион позиция один или два, то есть на Сейлере. А Гостик уже все возьмет героя против Фантомки, чтобы ей мешать. Ну, это был бы какой-то Бэтрайдер, но его убрали. Бэтрайдер не мешает Фантомке. Чем же он мешает ей? Из эффективных... Он и прошлый играл на Бэтрайдере, там что-то 3-9-8. Не, но за счет Мэджика он против Фантомки хорош. Ну, хорошо, кто это может быть из пула? Это какой-то Тайтхантер, у самого, которого Фантомка пробить не может. Он, по-моему, не играет на Тайтхантере. Ну, да. Я ни разу не видел, чтобы он играл на Тайтхантере. Он сыграет, конечно, но я не видел. Ну, прикольный герой — это Питлорд, допустим. Прям вообще кайфовый. Посмотрим. К сожалению, ни Питлорда, ни Абаддона мы не видим, хотя... Абаддон здесь плохой, точно. Бри убрали. Ну, да, они тоже ожидают то, что фурионы могут заслапать. То, что это не точная тройка, поэтому забанили оффлендера, еще одного Бримастера. Который, кстати, очень хорош против Свена, так как пуржит его третий спелл. Ну, сейчас, скажем так, саппортов должны показывать обе команды, потому что очень важно тройку брать, когда ты видишь всю картину. Я надеюсь, что все-таки сейчас мы увидим какого-то в этой игре контрпики морфа, потому что вчера мне было не очень приятно наблюдать ситуацию, когда морф появлялся очень рано против Тиру Блейда, его вскрывали. Контрпиков никаких не следовало после пика. Контрпик обычно зуба пикает, но очень часто этот герой просто не может добраться. Какого героя? Леона. А, Леона. Ну да, Леон, типа, в этом плане, ну, хоть что-то. То есть, хоть какой-то один герой должен быть такой ярко выраженный контрпик. Это, в принципе, какой-то контроль должен быть. То есть, да, либо герой с Хексом, либо герой, который сможет как-то вот... Либо Сайленс какой-то. То есть, вот что-то такое должно как бы присутствовать. Подбанили Панду. И тут Рубик. Пока Рубик появляется. Ну, тоже, как мы отмечали, Флекс, который может пойти на несколько позиций. Да, это... Я не уверен, Мейдж играет или нет, скорее всего, нет. И он, по-моему, вообще не играет у них на спейсеров. Он играет на тяжелых героях. Не, ну, Свена может? Да, сейчас мы видели вот размен саппортов. Вот, причем Расперид тоже довольно хороший, в том плане, что и Рубик у него ничего толкового украсть не может. Вот, и, в принципе, ну, герой Синнис. Он очень эффективный против вот этих Рубиков, Свенов и Фантомок. То есть, до определенной стадии игры тоже он Фантомку изничтожает. Да, и сейчас, скажем так, есть подозрение, что может появиться уже Дарксир. И тогда, скажем так, вот этой линии Рубик, Свен, Мортерд уже будет очень тяжело. Могут нагреть Ораклом пятерка спокойная, то есть Фуриона... Они сейчас не могут взять Оракла, но если возьмут, у них слишком плохой драм. Я про то, что если Дарксира вега возьмут, их Ораклом закроют, будет пик выглядеть адекватно. Да, во-первых, они смогут забанить Оракла, во-вторых, опять же, мне кажется, Мейдж не играет на Рубике Мидалом. У него именно тяжелые герои. Ну, сейчас им нужно думать, какой героя можно взять, который потенциально сможет Дарксиру, скорее всего, сопротивляться. А, я понял, о чем ты, что Дарксир у Пангалеров. Ну да, конечно. Там уже они очень уязвимы к Дарксиру, прям супер уязвимы. Свен, который дает физы, и Мортерд, и Ленислава, и Рубик не саму сильную заплатку. Мне кажется, сейчас просто Свен могут оставить какую-то пятерку, и какую-то Лину все равно сейчас просто могут взять, такую кэжуал для... А зачем Лину? У тебя жилоспик будет на мидера. Сейчас нужно брать тройку, прям точно тройку надо брать. У них своя логика может быть. Но из хороших троек против Морфа, по игре это всегда был Акс, в целом какие-то герои со станом. Но из того, что осталось, Слардар плох, Кентавер плох. А Винга, если, например, на позицию... Винга тоже неэффективна вообще против Морфа. Вега? Вега она не нужна, мне кажется. Да, и из таких героев я вижу это с дефолтной Акс. Слардар. Ну, Слардар мне не нравится. Не, ну, комбинация с Мортом, это нормально. С Мортой, да, синергия есть, типа, то, что Морта с Дизолем под Гэшку будут как бы взрывать. Тут есть, что тяжело, скажем так, пик, то есть мы думаем, они хотя бы взяли героя, который сетапит, и герой, который создаёт комбинацию с Мортом. Это нормально, абсолютно нормальный пик. Котёл какой-то мне нравится, он, кстати, не в бане. Ну, не, ну, Лайнинг с Котлом слабоват выглядит. Сейчас мы узнаем как раз-таки, это Фурион 3, да? Да, ты ищешь, что если это Фурион старшая позиция, то он тут очень сильный. Я согласен, он под Ударксир. Он разгоняет, и Рубика, и он тут всех разгоняет. То есть если они берут сейчас Драксирование, у них очень мощный Лайнинг уже получается. Да, Драксирование согласен, выглядит круто. Фурион пятёрка, секьюрит линию для Морфа, а если нет, то нужно брать пятёрку, которая поможет Морфлингу. И таких героев осталось немного. Не-не, я имею в виду в том, что это вообще будет Фурион Core. Ладно, посмотрим. А, ты про то, что он мог быть ещё Мидовым, да, быть? Да, 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 если Морф Мид идёт, и Фурион, скажем так, на лёгкую, его вообще не напрячь. Пока что Фурион три позиции, на самом деле, может быть. Это может быть Тройка, может быть Мид, может быть Суппорт. ДК, то есть это уже, типа, Фурион у нас не Мидовый, это герой для Сейлера. Это либо он оффлейн у нас будет, либо пятёрка. То есть они два героя подряд сейчас пикают. Либо это Дракон на позицию три ещё, потому что он тоже, как бы, может этому на линии не пробивать. Да, всё-таки это Сейлер у нас на нём чаще играл, я думаю, они сейчас кого-то... Сейлер играл на ДК, да? Да, он часто играл ещё, даже в прошлом патче они ДК пикали. Хорошо, ну сейчас они должны убирать Пугну, мне кажется, крайне хороша. И кто тогда должен идти в Мид против ДК в этом графте? Не знаю, мне какой-то... Они сейчас пойти должны добрать. Для Веги мне ОД нравится, вот если честно. Я вижу то, что он здесь против ДК, против Морфа, он может, как бы, этих героев взорвать. Да, ОД хороший, минус Энигма. Забанить, да, всё-таки считаю то, что Фуриона могут взять пятёркой и банить оффлейнера, неприятного для себя. Вообще четырёх оффлейнеров, раз, два, три, даже пятёрых оффлейнеров забанили. Ну, на самом деле, пока вот пик Веги, если не появится герой против Морфа, вот эти четыре героя Морфу пока мало что делают, мне не нравится. Поэтому нужно на ласт пик что-то придумывать. Мне казалось, Мортрет сильно против Морфа, вот на ранней стадии, если по Слордарам побежит. Но тут проблема именно линии задавить сейчас. Ты уже Морфа не задавишь. И тем более то, что ему сейчас либо доберут героя, который ему лайн засекюрит, либо отправят Фуриона, который уже лайн засекюрит. Ну, пока на Open Galer из хороших опций это действительно от Dark Circuit оффлейновый, либо Tide Hunter. Но Tide Hunter в гостях не играет. Но Tide здесь типа тоже суперкрут. Не, я думаю, он сыграет, но он просто не играет в этой команде, потому что Tide Hunter не тот герой, который проводит много спейса. Ну, он такой темповый. Можем вчетвером без Морфа просто идти, давить, пушить, и тебе ничего не сделает вот эта Пашка и Слордар. Ну, они должны все равно, в моем понимании, из мидеров это либо Хускар из сильных таких героев против ДК, либо ОД какой-то, который по игре хорош против Морфа и ДК. Ну, из мидеров тоже остался Кунка, Апсид, Пугна. Апсид, Пугна, да. Я больше ставлю на Пугну Апсид. ОД убрали. Я Хэтлай вспоминал до этого, просто мне как-то казалось, что слабый лайн, почему? Но Морф Коттл это все-таки слабовато. То есть Котел здесь хорош, то, что у него есть Мэджик, Миссы против Фантомки и Слордар очень эффективные. То есть на это нужно начинать триплей, можно так сказать, внизу, потому что вдвоем могут не справиться. Они спокойно могут начать, то есть, как мы видели, они не заморачиваются по поводу того, чтобы они... Им очень важно, чтобы, скажем так, Т-2000 имел фрифарм. Либо первую пачку земля может помочь на топе, и потом перетянуться вниз, и там уже триплей продолжать стоять. Ну, короче, они просто у таких рандомных героев, кстати, типа пикают. Я помню, задавался этим вопросом, это еще квала на мажор были, они пикали СФа. Я еще тогда удивился, почему. То есть просто потому, что это сигнатурный герой, как бы, у Мэджа. Как думаешь, это будет СФ через грифсы или нет? Я почему-то думаю, что это будет какой-то у нас дефолтный билд. Это вот Афанин же у нас такой использовал. Нет, Афанин же тоже через грифсы играл. Мэдж тоже так? Нет, я говорил Афанин, он тоже через грифсы играл. Афанин играл через грифсы, и ты заранее об этом знал, но здесь, я думаю, будет дефолтный билд. То есть, в целом, появление СФа мне не очень нравится. То есть, я пока не вижу... Я пока вижу то, что Морф, опять же, здесь должен спокойно игру выигрывать. А ты же, Саша, за кого? Мне нравится, что у них есть механика минус армора. То есть, уже как бы три героя, которые минус армор дают. Но в целом, мне не особо понятны эти драфты, скажем так. Ну, посмотрим. Посмотрим, друзья. А мы также еще посмотрим на коэффициенты нашего партнера ES.bet, что они говорят... Ух, 1,4 к 2,8. Не слабо. Не слабо, друзья. А не забывайте, что специально к нашему турниру как раз-таки ES.bet подготовили страховку для всех ваших ставок. Ссылка находится под стримом. Ну и, конечно же, регистрируйтесь прямо сейчас, потому как мы передаем слово комментаторам. Это Каспер и Фоливер. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Фоливер и Каспер в эфире. Мы начинаем смотреть еще один день этого бешенства, безумия. Да, мне очень нравится, что здесь две по факту моих фейворит-команды находятся. Я безумно рад, что Пангольер и Вега схлестнулись в этом поединке. Интересно будет узнать, кто же окажется сильнее в этом противостоянии. Правда. Пангольер, проверяй. Да? Ну, хорошо. Возьму его внимание. Вообще, драфт, честно говоря, Веге довольно интересен. Он вроде бы и прост, но с другой стороны, как было сказано ранее, это стратегия с минус армором. SF, Свардер потенциально. Фантом, который может обзвестись дизолятором, талантом на снижение армора. Ладно, я передумал все. Все, я передумал. Да, так вот просто? Да. Ну, были опасения на тему SF. Для меня, опять же, это один из любимейших героев. И вот если ответить на скептику, да, вот эту, если это точное слово, что, мол, зачем здесь был взят SF? Дополнить комбо и в целом нормально провести линию против ДК, как мне кажется. Да, есть возможность динаить крипов, набивать на этом душе, иметь много урона, пытаться пробивать ДК, иметь рызы, что, собственно говоря, будет позволять некоторых персонажей пробивать по ходу матча. Где-то на стаков это огромное количество урона. Где-то даже, кстати, в спрутах, может быть, нынче с профита удаваться будет забирать. Не хочется уходить очень глубоко в плану там Шадоублейда, Силеров, и возможности убирать пассивную способность ДК. Ну, вот, просто в моем понятии это не совсем та ситуация, да, встречаются две команды. Тут, возможно, и будет Шадоублейд, но так, чисто просто потому, что он неплох на том же Шадоуфинге. Да, мне просто очень импонируют в целом задумки с понижением брони, вот, в больших объемах. А тут и Слардар, и может себе спокойно Дезолятор взять Фантом Ассасин, и, естественно, Шадоуфинг тоже все это дело дополняет. Итак, да, 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 разбираются у нас руны богатства, и три, четыре руны у Веги. Это ГГ. Я переобуваюсь, ты видишь, по два раза за одну минуту. Да, некоторые относятся к этому довольно скептически, мол, все руны забраны, это проблема. Но на самом деле это действительно не стоит брать в расчет, то есть на линиях сейчас просто могут где-то ребята из Пангольеров получше чуть-чуть провести старт, да, сделать, возможно, где-нибудь ФБ, и таким образом просто все одним махом компенсировать. Это наверняка будет сделать не очень-то и сложно. Ну, приятнее, приятнее, согласись, когда вот у Рубика уже там 270 монет, он возьмет себе стик на эту линию, да, и будет уже спокойно стоять его заряжать. А с другой стороны бегает земель, у которого 70 копеечек, и вот у него этот стик стоит в быстрых покупках. А что делать? Как его купить? Где взять денег? Ну, ждать еще минуту, пока у тебя сотка голды накапает. Или не накапает, потому что зайца, да, зайца уже практически убивают. Пексу его неплохо гоняет, но жирный распирит. С этим тоже ничего не поделал. Огромный рейндж сбил фласку. Дота-2? Дота-2. 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 На центре, кстати, пока трудно какие-то выводы делать. Да, слишком мало времени прошло. Не успел еще с F-толком нормально крипов поуспевать добить, что ли. Не знаю, до сих пор погоня-то продолжается. По-прежнему Лоу ХП Заяц находится здесь, как бы не пришлось смещаться обратно домой, потому что один тангус только в кармане остался. И вот немного внимания на центральную линию. Нейчерс Профит против SF. Да, я немного другого ожидал. Я что-то вот планировал ДК, ДК, но здесь сделали более удачным вариантом. Правда, нижняя линия, нападение и убийство Рубика Ферст Блад. Забирает себе наив. Я помню, что прошлая игра вот с участием морфлинга в исполнении пангалеров прошла крайне неплохо, особенно для самого Наива, где он просто истреблялся живое. Ну, вообще, да, вообще Наив известен своими такими убиваторскими способностями. Я еще помню, как они команду Virtus.pro обыгрывали практически в соло, он обыграл на своей Фантомке. При том, что отдача Фантомки уже вызывала определенные вопросы. А когда еще и Наив показал, что он умеет делать с этим героем, вопросы, в принципе, удвоились, утроились. Я имею в виду, конечно же, в адрес команды ВП. Да, сверху еще одно нападение было на AeroSpirit, а в этот раз его заковыряли ножиком, добивает Пашка. Вот сейчас Пашка играет против самого Наива. Интересно вообще, по какой системе будут действовать, как будут справляться с этим героем, тем более, что он там не один, там коров достаточно много. Вижу, что Селлер очень старается и дынает много крипов, не отдает их СФ, что вызывает пока некоторые сложности. Приходится находиться на рейнже, не подставляться под удары самого Nature's Profit. В прошлый раз, помню, он брал Вадимир, команда в целом старалась довольно активно отыгрывать и давить вышки, то есть постепенно захватывать территориальные преимущества. И вроде бы даже получалось. Где-то пара была неудачных заходов, но потом пара хороших драг все на место расстали. Видим сейчас, кстати, руну Инвиза на Зайце, потопал между вышек. Ну, вряд ли уже, конечно, к такой... Хотя, вот знаешь, был шанс до третьей минуты поймать Курьера, сделать, возможно, приятные для себя свои команды. Да, да, да. Но вот момент с перемещением был прочитан. Он Пексу тоже оказывается на центральной линии, правда, он тут еще и опыты немножко подворовывает, пока продолжает там присутствовать. А Росспирит уже на нижней линии. Да, конечно, маршрут проделал он нешуточный. И, да, естественно, его наличие тут не догадывается, вкатывается на Кезу. И все, в принципе, на этом все. Да, не очень продуктивно получилось. В целом, линия с Рубиком, с Вардером должна, наверное, если пытаться убивать, то скорее котла, чем морфа, потому что эта сдача, ну, явно очень трудна. Своей формой с легкостью можно будет уехать из-под подобной атаки после использования там стана одного-другого. Тем более, что они даются друг с другом в промежутке, поэтому можно нажать shift, перекачаться в силу и с легкостью подобное нападение пережить. Котел же для меня потенциальная цель. С другой стороны, если посмотреть на центре, да, с помощью рейзов можно как раз с крипами, с пиньками разбираться, в счет этого дополнительные деньги зарабатывать. Но все равно у СФ по-прежнему дела негладко складываются. Да, да, ну там так получилось, что подошел Свен, подворвал немного опыта. Ему и так необходимо, чтобы и Некромантия была хорошего уровня, и Койлы, чтобы были хорошего уровня. Это как раз вот две такие взаимодополняющие способности. И, ну, а тут уже там четвертая с половиной, здесь только-только-только до четвертого уровня Шадоу Финн добирается. Да, в моем понятии просто СФ это герой, который должен на линии доминировать, если же у него все вот так вот негладко. Первых минуты 3-4 ему реально тяжело доминировать. Дальше, да, дальше он может просто всех выгонять. Когда у него второго уровня, там, третьего уровня Койлы появляются, тогда уже совсем беда. Но вот сейчас мейджи могут убить, и Феррифайр замечательно его спасает. Тут же сразу оглушение от Пексу. Сейлер пытался пенечками еще как-то под вышкой добить Шадоу Финда, но ничего не вышло. Я очень, кстати, много раз замечал, когда саппорты прямо с первого уровня могут подойти к СФ, помочь ему сделать пару лишних хвост-хитов и пару денаев, чтобы действительно преимущество получить. После этого начинается все, ну вот, как по массу идти. Здесь же подобного не было, да, сразу по два героя у нас оказались, что на топе, что на бот-линии. И сделали как раз расчет именно то, чтобы на своих линиях держаться сносно. Пятая минута, руны богатства очередные, пока что по одной все позабирали. Nature's Profit отправился забирать верхнюю, совсем верхнюю, да, и Мадара забрала еще одну рунку богатства. В итоге там, кажется, два в два, чуть-чуть больше, да, баланс сил был восстановлен. И суть в чем? В том, что все плюс-минус одинаково хорошо фармят. Да, есть еще там Фурион, который очень хорошо своих крип добивает. Ну, там, если мы посмотрим на всех остальных, там Morph SF плюс-минус что-то делают. Но глобально не отличается. Там у тебя 6 или 10 разницы особо это не имеет. Да, я чуть-чуть, наверное, большего ждал от Роспирита. Хотя вот опять попытка закатиться ролью Болдера, но не совсем удачно приезжает Наив. Есть вейфорум, не хватает рун, чтобы забрать Свардера. И оттягиваются отсюда игроки Веги. Алтарь у них доступен, поэтому при желании можно пойти коллективно там под Региниц. Манна восполнит здоровье тоже, на линию быстро вернуться. Сложенности нет. Плюс Ван только что Смоук взял, так что намек на ганг потенциальный. Может быть даже в Мидлэйн, чтобы Nature's Profit забрать. Я бы наверняка так и поступил. Могут сейчас земелью найти, да, и Заяц, Заяц вскрывает этот Смоук. Не знаю, обратил ли он на это внимание, заметил ли вовсе. Но нет, судя по всему, не заметил. Нападение на СФ продолжается. Мэйч пока еще живет, вытаскивает МНТ. Зайцы еще продолжают останавливать. И 3 в 3 на центральной линии. Но СФ выжил. Это главное, пожалуй. Нельзя сказать, Смоук был реализован или нет. Но спасти получилось. Скажем, что реализован. Я просто к чему подводил. Кто окажется сильнее, по твоему мнению, по истечению, не знаю, 15-20 минут вот такого фарма безудержного? Ну, я думаю, если Фантомке мешать не будет. Ну, тут, опять же, очень сложный диалог. Фантомка, Морф. Морф больше как-то по соло-таргетам сразу заезжает с раскаст, особенно если он выберет Эзериал здесь. Ну, если, я не знаю. Опять же, цели такие не самые простые. Свен, много здоровья. Свардер тоже вполне себе подвышка. И нападение на Гостика. Блайн Глайд от Катла. Оказывается, здесь еще СФ получает стан, кстати, от ДК. Даггер спин, замедление, рейс-контрольный мейдж забирает себе данный фраг. И, возможно, даже душ немного заработал на этом, если еще не успел на линии всех набить. Но он вроде как не умирал, поэтому не знаю. Может, там уровень получил, еще что-то. В общем-то, да. В общем, приятный эпизод для Шадоу Финда. Определенно. Пока только селедка там чуть-чуть отстает из коров по фарму. Ну, там Слардеру не так сильно много и нужно. Обычно, как это было раньше. Берешь там ПТ, блинк, и у тебя уже все получилось. Тут вот такой момент. Вот я не знаю, меня немного забивает то, что я не вижу героев. У меня мысль сразу теряется. Но о чем? Я, наверное, о топ-линии хотел поговорить. Кстати, вот пока, да, можем обратить внимание на коэффициент. ЕС, точка Бет, Вега пока, по их мнению, является аутсайдером. Ну что ж, посмотрим, смогут ли на практике пангольеры доказать. Пангольеры просто сами по себе вроде бы неплохие результаты показывали. Если говорить про, я имею в виду за последних там несколько месяцев. Если говорить про личные встречи, то буквально там один раз Вега с пангольерами встречались. Встречались это было в рамках турнира. Не могу поверить, что это не саммит. Странное название турнира, но да, короче, в рамках не саммита. И тогда при формате встречи в В102 все закончилось ничьей. Так что там тоже не получилось определить, кто же все-таки оказался сильнее. Но на фоне общих достижений, опять же, пангольеры там квалификации, отборы, ВВП обыгрывают в важнейшей квале. Это все-таки небольшой такой, знаешь, бонус, если говорить про какие-то коэффы, им приносит. Сейлер очень неплохо, неплохо получил. Под двойным уроном находится Шедоуф Финт. У него почти 200 атаки с руки на три рейсбэнда уже, пока без ботинка играет. Знаешь, вспомнил, о чем хотел поговорить. О том, что, ну вот, к сожалению, пропадают моменты, когда саппорты стараются заниматься стаками, когда просто SF с линией, даже если в случае каких-то проблем, заходит в лес, дает раскаяловочку, забирает трипл-пак и получается того много денег. Таким образом может держать топовый Нетворс. Больше внимания привлекать к себе и, опять же, отводить внимание от Фантомки и любого другого персонажа. Ну и сам по себе, возможно, становится более боеспособным, быстрее может подключиться к своей команде. На центре нападение на Рубиком, именно X-Time был. Пнут куда-то очень далеко, ДК-подформы за ним следует. И наверняка Гостик этот фраг сделать сможет, в конце концов, Брисфайром сможет добить Рубика, но в этом нет необходимости. Параллельно, правда, Кезу убивает Зайц, размен пока одного в одного по саппортам. И что у нас, будет ли продолжение? Там, да, там Мадар, он очень хочет увидеть продолжение, он очень хочет заметить котла, но вот ночь, и поэтому клинок не получилось забросить, прыгнуть тоже, естественно, после этого не получилось. Вроде бы разбежались. Но, да, один в один все-таки. Размен, а в это время наив нижнюю линию начинает подталкивать, у него уже хороший такой джентльменский набор морфлинговский имеется, ПТ, пара рейсбендов и маска. Все, теперь он безудержно фармит, его практически не остановить. Дальше, вариации огромное количество, это может быть статовый морф, там через монтостайлы и прочие вещи, это может быть все тот же морф через эзерил. Я бы, возможно, именно такой вариант морфлинга и рассматривал, потому что фантомка, она особо большим жиром не отличается, БКБ он все-таки не бесконечный, а тебе, помимо того, что фантомку убивать, ты можешь легко там и со Свеном где-то справляться, ну, относительно легко, потому что если ты будешь бить его руками, там же все-таки, а, у ворота на фантомке, б, усиление от Свена, и рукопашка, наверное, не лучший вариант. Да и в целом, то есть обилие именно физического урона, да, есть эсэф, но, то есть от случая к случаю. Есть еще, конечно, Руби, которая какую-то способность позвимствовать может, ну, вот так брать, Свардера, фантомку, все того же эсэф, который может пробивать с руки Свена, у которого кроме стана уже больше ничего нет. То есть банально Гост, или все-таки сразу скопить кучу денег, купить Иглсон, купить Эзерил, да, истреблять там суперлегкие таргеты, зарабатывать уже с этого деньги. Но пока был такой момент, когда Морфа в целом не видно было, вот уже даже Фантомка решила перетянуться своей команде помочь, где-то на центре мы ее заметили. А Морф все это время был прикон к нижней линии, причем у него, да, была ротация в лес. Понятное дело, что скопление героев стороны Веги заставляет осторожно очень действовать. Ну, и я не особо верю в то, что здесь будет оборона вышки, да, вот сейчас Кезу напал на след котла, мог бы повесить на него ультимейт, нет, не мог бы, ну что нет, шестого уровня, к сожалению. Да, ну в общем, в общем, понятная, понятная пока идет игра, и правда никто особо не торопится, но Вега не могут сильно торопиться до тех пор, пока не появится Блинк на Слардре или там еще на ком-нибудь. А ну Пангалер к этому еще и котлайме, от которого очень тяжело нырять, и Фурион может прилететь в любой момент. Вот сейчас идет еще одно нападение, Наив превращается в Кезу, и вроде бы неплохо, неплохо выдает оглушение. Да, тут же Селлер нападает на Мейджа, Мейджа уже не выпускает из контроля, пять игроков, внезапно Веги оказывается снизу, и надо бежать, точнее Пангальер, конечно же, Веги. Смотрел почему-то на Зайца. Сбивает немного с толку. Вот такой этот Зайц, конечно, да. Так, еще один момент, который у меня в голове появился, да, то, что мы видим Слардер, у него хедреск в кармане, он вообще не планирует пока брать Даггер, это будет Владимир, то есть привет Бисмайстер, привет, кто там у нас еще таким занимается, даже тот же Нейчс Профит из одной из предыдущих игр на высполнении Пангальеров. То есть такой герой мобильный, опять же, игра через ауры, у вас есть минус армор, у вас есть также Владимир, вы просто бегаете вместе, собираете свои силы, да. В общем, в общем, блинг реально не помешает, причем, мне кажется, для Веги актуален вопрос с огромным количеством блингдаггеров, включая там СФ, Свенов, прочих героев, просто потому что нужно как-то синхронизировать свои нападения. Если Фантомка будет прыгать одна в вот эту драку, то ее могут просто не выпустить там из парочки контролей, и все, ее жизнь на этом прекратится. Поэтому подкрепление реально будет жизненно необходимым, хотя бы от селедки. Кто-то с контролем должен за ней врываться. Да, при этом еще нужно будет очень осторожно все сделать и четко, дать стан, помним, что он длится абсолютно недолго отныне, но зато с башем, там, за таймленным, в целом можно дизейбл довольно долгий выдать. По поводу Свена, наверное, не приходится рассчитывать на то, что у него в этой игре появится в ближайшее время даггер. Да, он же такой бомжеватый, бегает. Вот это вот самое прискорбное Свардер. Ультимейт Свена, стан, крэш есть от Кезу, и Блайн Глайт, наоборот, успевает выписать Суэр, и неужели он здесь сможет убежать? Это было бы чудеснейшим спасением. Может быть, кто-то из тиммейтов успеет потянуться, но я боюсь, что его подрежет Свен, догонит, все-таки добьет. Пипек сюда пошел, пошел на перерез. Рабатывает еще и рейндроп под конец. Такой неприятный момент, особенно когда тебя рейндропы в итоге не спасают, да, из какой-то ситуации. И минус-минус котел. Но в это время уже Сейлер работает на центральной линии, сейчас на него набрасывается Мадара, а все, Заяц пришел уже спасать Сейлера. Да, был еще такой момент, что иллюзии Свена добили просто героя, хотя можно было СФ рядом, который уже все-таки здесь тоже находился, не подлегку фрага ставить. Но все равно это как типа создание вот все того же Спейса. На центре никого не оказалось, Нэч Спрофит сразу же воспользовался возможностью, немного потыкал вышку, забрать ее не получилось. Фантомка уже даже думала точить зуб, на Нэч Спрофита. Ну и Роспирита рядом увидела, поэтому, естественно, заднюю дала. В целом, если сейчас несколько ребят из Нопенгальер чуть больше жира наберут, я имею в виду Нэч Спрофита, там Морфинг, понятно, он какие-то статы себе подберет, и они могут очень неплохо качать, сплитить. Вега пока не сильно способна ловить этих сплитпушеров, вернее, убивать их быстро. И тот же Фурион там может где-то пытаться улетать, потому что Фантомка, мы видели, она прыгнула, вроде бы там критически, даже если бы выскочил, ну, какого-то совсем колоссального урона вряд ли бы Нэч Спрофит получил, но у него 5000 уже все-таки общая ценность. Тут наив, наив под атакой Мадары и Пексу, и просто уходит пешком. Да, незачем тратить время, это все равно все пройдет в пустую. На центре в это время, правда, убивает Мэйджу на АСФ, и Кезу, вероятно, тоже смогут забрать. Рубик где-то был неподалеку, Брисфайру ДК своровал, даже им откидут, срезает немножечко урона персонажем. Фейтболтом проезжается Покатул, забирает того, отправляет таверну, пока размен одного в одном саппорта теряют пангалеры, в отличие от кор-героя Веги. Драка, видимо, не оканчивается. У нас есть наива под перетяжка на Рубика, минус мэйби next time. Дальше к следующей цели, вероятной, будет Свен. Отлично, здесь приезжает Распирит под им, правда, отправляется в таверну, Заяц добивает его с Вен своим станом, после этого гостя какой-то размен забирает Свена самого. Адаптив страйк от наива, поймали Мадару, ловит даггер с облика ворованного от наива, и здесь Фантом Страйк уже куда-то на своего тиммейта. На этом драк у нас конкурс будет. Хорошо, хорошо работает наив вообще по драке, видно, и мобильность у него очень сильно возрастает, когда он начинает клонировать Фантомку, у него своя вейформа, у него появляется еще Блинг Страйк, и в целом этого морфлинга от него убегать тяжело, да, и самого его ловить тоже становится немного проблематично, и скорость атаки, конечно, повышается очень приятно, когда ты прыгаешь, и просто еще 2 секунды на своем бешеном морфлинге начинаешь атаковать там с плюхой в 200. Да, но мне нравится, как сейчас Панглер работает. ДК, получается, взял Блинг Даггер, сейчас они сами могут с позиции силы нападать первыми, делать фраг на каком-либо герое, но вот, честно говоря, мы видим, что СФ довольно уязвим. Убить его вполне можно, и сделать это можно даже быстро. Тривер из Бенда, ПТ, и будет у него Яша. Да, она его не сильно-то оберегает, это Яша. Сейчас на Сему могут напасть, да, находит его Пексу, сразу же пошел Молот, сейчас МНТ подтягивается, будет Ликинесс, крадет, еще иллюминейт МНТ. Ну вот, касательно Блинг Даггеров, просто тут именно в этом и фишка, если у вас не хватает каких-то героев для врыва, или, вернее, они есть, но раскрываются только при помощи Блинг Даггеров, ты немножко сбавляешь тем, ты думаешь, ну ладно, мы посидим, мы поиграем более-менее пассивно, противник ведь может сыграть вот от этого ДК, он точно такой же крутой Блингоносец, как и там тот же Слардер, да? Эффект немножко более локальный, но при этом не хуже, ты просто нападаешь на СФ, даешь ему в упор Драгон Тейл, и спокойно тепленьким его забираешь. Ну, мне сложно описать вообще выбор Веги, то есть хорошо, там Слардер берет нас Владимир, а не копит деньги на Даггер, и мы что, рассчитываем на то, что мы просто будем бегать пятером в одной точке, так вас будут сплитить, как это даже котел, вот сейчас действие со смертью котла, это же самый полноценный сплит-пуш, где на топе линию держит котел под своим контролем, и заставляет на него и на этих крипов обратить внимание, в то время как другие игроки панглера могут делать, что им заблагорассудится. Легендарного Джекироса на пятерке, который просто бегал, давал макропиру по КД и умирал постоянно. За него давали там 180 монет, и всем было бы так глубоко плевать на этого Джекироса, кроме команды, которая этого Джекироса с такой целью использует. Так, смотрим сейчас Кезу. Да, замечательное инициирование получилось, очень миленько смотрится. Что я могу тут сказать? Пексу пока пешочком убегает. Это тот самый бедный Свен, у которого пока есть лишь ботинок. Деревьями очень неплохо Силлер блокирует проход, но Пексу тоже грамотно все делает, уворачивается, еще немножко продлит, возможно, свою жизнь. Не то, чтобы надолго, да, Заяц круто вкатился. Сама схема здесь. Парни из панглеров убивают Рошана, толком информации о происходящем нет, только попытка прочекать область, только-только все начнут стягиваться. Оказывается, у нас в эпицентре, я бы сказал так, вот силы зла. Только один свардер, помочь ему некому, он быстро отправляется в таверну, а дальше все остальные герои, уже стянувшись сюда, просто не понимают, а зачем, если они не планировали нормально сражаться, или не знали наверняка, а хватает ли у них времени на эту перетяжку. Так они не могут нормально сражаться, тут слишком много трудностей. Главная трудность, это пока что, вот на таком этапе, пока нет блэкинглеров, и, опять же, предметов на мобильность. Это не обязательно блинк, это может быть там форстаф, еще что-то вот такого порядка. Ну, понятно, там блинк форстаф пика, производная форстафа. О чем я? Я о котле говорю. Если вдруг котел вот этого Свена, фантомку, ну, фантомка еще как-то на блинке, может быть, отпрыгнет, Слардера подловит, ну, вот мы можем сейчас посмотреть, во что это в итоге вытекает. Никто не выбегает, а вы не можете проконтролировать этот эпизод, потому что вы не нападаете первыми. Вы не можете ворваться в котла первым, вы не можете его вырубить, как-то вырезать, и, ну, не дать ему использовать Уилл-у-Висп. Наглядная демонстрация. Часто бывают такие драфты, ключевая идея которых в том, кто первый нападает, тот и побеждает. Причем до этого я хотел сказать, что все-таки в игре ни разу еще не видел ультимейта котла, и тут как нельзя кстати под вышкой два героя пойманы были, сразу же были забраны. Сейчас Глиф немножечко пробили пангалеры вышку, поймали Свена, зацепили, есть Танвейформ, и Морфлинг наверняка, да, сбив щит, разбирается со Свеном. Был ультимейт от ССФ, никого это не испугало, Рубик своровал шифт, наиву дается уйти на угроунд, играет, что в том, все у него в порядке, потягивается гостик, Магнитайс добивает, отлично играет Зайца, дальше поехал наивна ХГ, вот тут поймали, подловили башен, правда накормили, но это только потери Аэгисов, он только нужно потратить байбэк, ну а здесь парни могут дальше, наверное, снисти Т3 минимум, может быть... Двадцатая минута, минус Т3, очень крутой результат, 7000 перефарма, в общем-то, но пангалер пока действует практически безукоризненно, да, и размены гиды были очень красивые, грамотные, и, в общем-то, преимущество у них сейчас крайне приятное, и это все как раз благодаря возможности нападать самим, чем не могут похвастать Vega Squadron. У Веги была одна игра, я вот прямо сейчас ее вспомнил, и вспомнил почему, потому что такого горения у меня давно никто не вызывал, игра через Драгонайта без Блиндаггера с Энджем первым артефактом, который с Энджем до конца игры пробегал. Вега почему-то уже которую игру игнорируют эту возможность атаковать первыми, они думают, что мы, типа, попытаемся отыграть от защиты, у нас есть защитное... Ничего! Ну, щит Свена, по сути. Все. А мобильности лишены практически все персонажи, за исключением Фантомки. Но она одна, с одним героем легко справиться. Да, там еще процент побед, нам кажется, только что показывали, под сотку скоро будет. Может быть, кто-то наивно полагает, что противник будет играть слишком пассивно, не будет, не знаю, пытаться вас спушить. Но это вообще не та команда, против которой такая бы логика сработала. Это вообще не та логика, которая должна работать в нормальном мире, в этом и прелесть. Вот, вот это Драгонайт на Блиндагере, он просто залетает и вырубает главного вырубатора потенциального. Суайлендс, Ультимейт Котва, все разбегаются, опять же, просто в разные стороны. Мебина, кстати, мы засыпили, работает Магнитайс, успевает своей формы ворованного Рубика уехать на Фонтан. Кезо опять гостик своим станом, Фокус не дает ему сделать ничего, падает на топе Т3, а там еще Спрофис Кримсон, который не забыл его нажать, он как раз до начала драки успел подлететь. И Бараки, естественно, а что делать дальше, непонятно. Спокойно падает Казармен, тут он уже на Мейджи набросили. Снизу там Фантомка, правда, сплитит, но Мадара один, Мадара один, он не сможет сломать эту базу. Я не говорю про даже, ну не знаю, одну Казарму, он еще половину прочности не потерял, Казарма. А здесь уже минус сторона, при этом сейчас там буквально один телепорт. Все это время он бил, естественно, тот самый, тот самый Барак Мечников, который, как мы знаем, регенится. Даже не знаю, кто такую информацию распространяет постоянно, но, короче, его потуги, оказались полностью тщетными. Вот к чему я веду. 10к перефарма, минус сторона, центр тоже, в принципе, голенький, мы помним, в прошлый раз с него все начиналось. Ну, потеряли сейлеры, окей. Ну, это я вот люблю говорить, просто собрали крошки. То есть убили двух героев, это никакой ценности не представляет, значит, 40 секунд в Таверне просидит, потом зайдет на какую-то линию, отпушит ее с легкостью, пойдет пеньками пару спаунов, зафармит и компенсирует все потери, которые были с этой смертью. Это вообще, тоже забавно, то, что он тратит бэйбэк, выходит с малым количеством душ, он с руки толком никого, тем более с такими вот артефактами пробить не сможет. Да, про минус армор я не забываю, конечно же, но пока я не вижу в действии, чтобы это вот кошмарило пангольеров. Ну, где они сталкивались с этой реальной проблемой? Вот, в том и дело, у пангольер хорошие плотные герои, для которых данная задумка с понижением брони, она такая, достаточно неприятная, но не является критической. Понятно, что когда будет у тебя котел с минус 25 брони или ДК с минус 25 брони, это будут совсем два разных персонажа. Котел будет падать там с одного клинка, даже если это будет не крит и фантомка будет третьего уровня. А вот Драгонайтов все равно придется будет, придется ковырять еще с раперосами. Да, мне кажется, сейчас был скан от Веги, они краешком вот знают, что находится где-то неподалеку враг, поэтому смок может не сработать, хотя прыгает Гостик, под формой, дает стан Свену, нужна поддержка. И вот он адаптив страйк с Зерилом, Миму Свен, без байбека 30 секунд его не будет. Остается в четвером Вега, и опять же, как вести оборону? Свена со станом нет, у Свардера, Даггера нет. Пишешь ГГ и выходишь. Мне кажется, это лучшая оборона сейчас будет. Оборона нервов. Самый оптимальный вариант? Это оборона нервной системы, назовем так. Да, еще одно убийство. Ничего с этим морфингом уже сделать не могут. Наив слишком силен. Честно, я не вижу сценария, по которому Вега сейчас вот отыгрывается и чудеснейшим образом проводит феноменальную драку, где делает минус 5 и сохраняет хотя бы одну свою сторону. Они опять, они опять. Это вторая игра, где допускается та же ошибка, где, ну, они не хотят первыми инициировать. Они думают, что вот враг не сможет их забить ногами. Ну, а вот и Мадара полетит. Летал на пати с БКБ и даже пытается кого-то забрать. Сэв поддерживает трек, не удают Зайцу, катит с роли на долграунд. Его попытался подсейвить, еще Сейлер с прутами не вышло, Томку попально с Phantom Strike успел отойти. Пол хп только потеряно было. До пистрайка, видимо, тоже не хватит, чтобы сделать фраг. Но это открывает возможность нести третью сторону. Да, внешних вышек уже давно нет, так что вперед из песни. Причем смотришь на па, она, считай, 18 уровня, там самый высокий уровень на карте. Она постоянно фармила, она там находилась на линии там соло практически. Но ты не можешь остановить эту громадину в лице на OpenGallier. Уже две стороны они снесли. Ты посмотри там сверху, какая пачка крипов сейчас у них на базе гуляет? Я имею в виду Вегу, конечно. У них на базе. И еще одна перекачка в силу для Рубена. Морфа всей командой бьет, там была Янглайд, залетает, все, Миссов пачка и Морф не чувствует врагов. Тут Кримсон нажат, Стан ему Суардер дал, фейтболтом проехали сверху, повесили ультимейт, Стан Свена, Рейс и наконец-то убивает Морфа. Стрик из 10 фрагов снимает сейчас Мадара. Возможно, на этих денег хватит даже, чтобы добить башню или что-то подобное. И находит здесь еще одного лазутчика, Катлан, который думал... Закрыл лицо ладошками. Вы меня не видите. Ну так это не работает в этой игре. К сожалению. Да, нигде так не работает, к сожалению. Так, и вот все вроде бы складывалось неплохо, но Рубик, не знаю, у него наверняка был план поставить Вардик. Я бы хотел в это верить. Или он подумал, ну, противники уже вроде как браку провели, ушли, тут безопасно. Да, относительно безопасно. И Яша Кая появляется на таком герое, как Морфлинг. Вообще, это неплохой альтернативный вариант тому же Сенжин Яшу, который обычно приобретается на Морфлинге. Да, Сенжи дает чуть больше статов, но мы понимаем, что Морф тут не собирается терпеть, не собирается впитывать. Он будет выпитывать, вымещать всю свою злость как раз-таки на противниках. А там еще и повышение урона идет от способностей Сейлеру. Алибарда, поездка была заранее, поэтому драгоценное время в БКБ теряет Мадара. Вот сейчас появляется шанс или разобрать ультимейт Сефа. Также был котел, стоит ультимейт. В итоге Сеф не может толком поддержать свой коллектив. Забирает Мадару, расплывается просто с кастом Морфлинга, хотя фраг Зайца достается, видимо, с Магнетайза. Забирает также троих еще героев Пангольер. Да, это ГГ. Вот первый раз, первый раз, когда Вега решили сами спровоцировать замес и напасть, быть первым номером, но к этому моменту они уже 10 тысяч проигрывали. Вега решили.